А вот здесь вот Союз Пенсионеров. Здравствуйте. Глава округа Дмитрий Волошин встретился в клубе «Активное долголетие» с активистами местного отделения Союза Пенсионеров. Жители старшего поколения активно помогают бойцам СВО. Плетут маскировочные сети, шьют подшлемники, делают окопные свечи. Своими ручками коробки, вот эти картонные, вот мы видим, он это режет. Вот такие полосочки, закручивают все это, и сюда в баночки. Банки приносят все. Закручиваем, заливаем парафином и отправляем в штаб. Они дарят 3-4 часа. К активным пенсионерам за полтора года присоединились сотни неравнодушных людей. Они не только собирают гуманитарную помощь в зону специальной военной операции, но и помогают госпиталям. Мы организовали свой штаб. И наши пенсионеры все свое свободное время, которое у них есть, каждый день, кроме субботы и воскресенья, проводят работы, готовят подушки для госпиталя, вяжут носки, шьют подшлемники. Пенсионеры оказывают помощь военнослужащим по их запросу. Шьют, мастерят, а также собирают продукты питания. Там у нас в штабе фасуют всякие супы. Сушили мы и яблоки, квасили капусту. Ребятам там уже хочется чего-то такого. Они говорят, мы от тушенки уже устали. Хочется чего-то более такого оригинального. И компоты закрываем. Ну, в общем, стараемся по мере возможности, ну, чтобы нашим мальчикам хоть немножечко скрасить вот их военные будни. Со временем работы активные пенсионеры связали больше 400 пар носков, сшили около сотни подушек, сплели десяток маскировочных сетей и залили несколько тысяч окопных свечей. Молодцы. Спасибо вам большое. И на этом не останавливаются. Волонтеры всегда нуждаются в подручных материалах. Глава передал все необходимое. Полиэфир. Да. Еще вот он. Кальтийная линия. Будем набивать. Набивать подушечки, набивать вот эти вот для родников. Дмитрий Волошин поблагодарил женщин за их бескорыстный труд и неравнодушие. А волонтеры пообещали из новых материалов уже скоро подготовить другую партию гуманитарной помощи. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.